Привет, дорогие друзья из солнечной Австралии! Вы просили сделать небольшой апдейт по коронавирусу. У нас вторая волна в Австралии, вот так. Но не по всей Австралии, а в некоторых местах есть очаги заражения. Это, значит, штат Виктория, а точнее в Мельбурне. И за сегодняшний день была самая большая вспышка, значит, 714 человек заразилось. Такого не было с самого начала этой эпидемии. Город в осадном положении, в городе настоящий локдаун. Мы заставили носить маски, все границы штата закрыты. И, значит, перекинулось отчасти в Сидней. Ну, в Брисбоне у нас всего лишь три человека за последние сутки. Причем за последнюю неделю фактически не было никаких заражений. А в Сидней 26 человек. Значит, две версии. Значит, одна версия это глупость, вторая версия это какая-то специальная провокация. Ну, выбирайте сами. Значит, как дело было? Значит, в Мельбурне буквально месяц или полтора месяца назад была акция в поддержку чернокожего населения в Америке. И вот на этом митинге был один зараженный, из-за которого, собственно, все и пошло. Ну, я, в принципе, вам уже рассказывал. Сначала было 16 человек зараженных. Нет, сначала 4 человека. Потом 16, 20, 60, сотня. А сегодня, вот видите, уже 700. Причем в Сиднее тоже хотели сделать специальные ралли. Ну, как ралли, это, значит, митинг в поддержку, значит, наших аборигенов. Правительство это, естественно, запретило делать, потому что есть пример с Мельбурном, но все это дело неспроста. И некоторые австралийцы говорят, что кто-то вот специально хочет взять нас заразить, потому что мы здесь в Австралии слишком хорошо живем. Ну, слава богу, ралли запретили, но все равно приехал один человек из Мельбурна. Значит, остановился он в Сиднее в окраине Кэмпблтаун, ну, это фактически на окраине Сиднее. Потом он ездил в Блю Маунтенс, катался, значит, в течение полутора недель. И, как оказалось, он был больной. И, собственно, вот из-за этого сейчас в Сиднее тоже вспышка. И, значит, наш штат, Куинсленд, закрыл все границы опять Сиднеем. Закрылось авиасообщение, к нам доча должна была приезжать, билет пришлось теперь отменять. В общем, у нас опять такой контроль. Но в Куинсленде у нас ситуация еще смешнее. Получилось так, что у нас фактически вот полторы недели не было никаких заражений. А здесь две какие-то курицы приехали из Мельбурна. Причем в декларации написали, что они не были в ход ковид-спот. Здесь у нас по Брисбану шляли в течение двух недель, ездили на Голдкост. И, как оказалось, они больные. Заражение еще один человек заразился. Причем у нас есть сотрудник на работе, который как раз живет и посещал тот шопинг-центр, где вот эти две девушки шопились. Его вызвали с работы позавчера, чтобы он срочно прошел тест на коронавирус. Ну, у него вроде как ничего не нашлось, слава богу. Так что, да, вот этим девушкам впаяли штраф по 4 тысячи долларов. Австралийцы говорят, очень мало. И вообще сейчас вот эти две персоны, они считаются самыми ненавистными людьми в нашем штате. Вот такие вот новости. Ну, вы напишите в комментариях, что у вас происходит там, где вы живете, насколько это все серьезно или нет. Почему? Потому что, на мой взгляд, сейчас вся вот эта вот паника с коронавирусом по миру утихла, несмотря на огромное количество заражений и в Америке, в Штатах, и в Бразилии, и в Индии, и во многих других странах, просто, ну, на мой взгляд, уже всем это надоело, все этот коронавирус воспринимают как какой-то грипп, хотя, 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 слышал такое мнение, что, несмотря на то, что если человек даже переболеет этим коронавирусом и излечится, то вот эти вот вредные, значит, вирусы, они останутся у него на всю жизнь. Вот такая вот есть теория. А также есть теория, что специально заражают, чтобы, ну, чтобы в Австралии очень хорошо не жилось. Так что, да, ребят, оставляйте ваши комментарии, напишите, как дела у вас. Ну, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось с такими вот замечательными пейзажами. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Удачи, друзья, до встречи в следующих видео. Пока!